Евангелистам Матфея, 28 глава, с 5 стиха. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо я возвещаю, не бойтесь, ибо знают, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес». Как сказал, «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в галереи. Там увидите Его, вот Я сказал вам». Так сказал ангел, «Пойдите, посмотрите, Его нет здесь». И мы сегодня пришли и утром, и вечером, чтобы через Слово Божие посмотреть туда, где лежал наш Господь. И ангел сегодня нам возвещает, что нет Его там. Он воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие, садитесь! Какой восторг! Христос воскрес! В груди весельем, сердцем бьется, и всюду песнь теперь поется. Христос воскрес! Христос воскрес! Христа, Творца святых чудес, прославьте все сердечным пением, ликуйте с радостным хвалением. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Тебе, Спаситель Божий Сын, Тебе и слава, и хваление, величие, честь и поклонение во веки вечные. Аминь, братья и сестры! Мы сегодня с вами пришли, чтобы прославить Господа. Братья и сестры, я не знаю, как вы, я думаю, но я так радуюсь, что еще в моей жизни Господь даровал мне вместе с вами воскликнуть Христос воскрес! Христос воскрес в моем сердце! Я воскрес для новой жизни! Христос воскрес! И меня воскресил к новой жизни! Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего! О горнем помышляйте! Где Христос, одесную Бога! Братья и сестры, мы туда с вами стремимся! Но для того, чтобы туда попасть, нужно воскреснуть! Воскреснуть из мертвых! Некогда мы были с вами мертвыми! По делам! По жизни! Но вот когда мы уверовали, Христос воскресил нас! Теперь у нас все новое! Новые мысли! Новые чувства! Новая жизнь! Братья и сестры! И вы представьте себе, какие мы с вами счастливые, что это нам открыто! Помните, когда Христос говорит, так же у Матфея, говорит ученикам, за кого почитают люди меня? Одни за пророка, за другого. Христос спрашивает, а вы за кого почитаете меня? Петр говорит, ты, Христос, сын Бога живого! И что ему говорит Христос? Блажен ты, Симон Ионин, что не плоть и кровь тебе открыли и это, а кто? Отец, сущий на небесах! Братья и сестры! Нам открыто! Вы знаете, когда я жил еще в Грузии там, нам часто говорили, особенно когда мы провожали в последний путь наших братьев или сестер, я любил место проповедовать всегда, потому что, знаете, грузины собирались на похороны, для похорона не все дадут, живому мало дают, но для мертвого все дают. И вот, когда похороны, их собирается сотнями, друзья, близкие. И я любил проповедовать место, где написано, «Ибо мы знаем, что когда эта хижина, наш дом разрушится, то мы имеем на небесах дом нерукотворенный, вечный». Я говорю, его здесь нет, он уже там со Христом. Они говорят, Вано, они так называли, меня Ваня звать, Вано. «Откуда вы знаете, что есть на небе жизнь?» Братья и сестры, есть на небе жизнь? Есть, братья и сестры. И он об этом говорит. Когда человек умрет, он будет жить? Будет. Будет, братья и сестры, потому что сам Христос говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, имеет жизнь вечную». Христос говорит, что Мне принадлежит, то и вам. И Он говорит, «Я иду к Отцу Моему, я иду к Отцу Вашему, братья и сестры. Мы братья Иисусу Христу. Если только мы воскресли со Христом, нас там ожидает Христос, нам приготовлено место, теперь мы должны, проходя этот жизненный путь, постоянно быть готовыми». Итак, каждый год мы отмечаем с вами воскресение Христа. Это вливает в нас новую радость. И мы уже пропели с вами «Какой восторг!» Это вливает. Неправда, братья и сестры, как мы, когда приходим на преломление хлеба, когда мы участвуем в вечере Господней, она вдохновляет нас на новые дни жизни. Конечно, мы не должны только участвовать в воспоминании один раз в месяц. У нас должно постоянно быть это гевсимания, где Христос страдал, где Он молился Отцу. У нас постоянно должно быть колгофа, где Христос страдает, где Он сказал слово, помните, совершилось. Что совершилось? Мое спасение, братья и сестры. Мы должны постоянно быть в размышлении над жизнью, смертью и воскресением Христа. Помоги нам, Господь. И вот сегодняшний день, оно прошло уже две тысячи лет, но вот сегодняшний день, оно вливает в новую струю в нашей жизни, вдохновляет нас на новую духовную жизнь. Смерть побеждена Христом, и эту победу Он дает каждому верующему в Него, как сказано, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Христос победил, братья и сестры, эту смерть. И нам уже, как верующим, не страшна эта смерть. Христос ее победил. И мы знаем, что с этой победой и мы побеждаем в нашей жизни. Верующий человек знает, что Он временный здесь, что Он уйдет из этой земли и нас не страшит, наша плоть и трепещет, но мы знаем, в кого мы уверовали, мы знаем, куда мы идем, братья и сестры, мы знаем, кто нас ожидает там, ожидает наш воскресший Иисус Христос. Воскресший Христос это Христос спасающий. Он и сегодня спасает тех, кто приходит к Нему с искренним сердцем, братья и сестры. Некогда вспомните, когда мы были далеки от Христа. Мы пришли к Господу, мы склонились перед Ним, и этот воскресший Христос дает нам жизнь. И сегодня, если есть кто-то еще не воскрес, знайте, что не сегодня, а может быть завтра, а может быть в эту ночь придет Христос, чтобы взять церковь свою от земли. Кого он возьмет, братья и сестры? Там написано ожидающих, братья и сестры, ожидающих, это воскресший брат, сестра. Кто не воскрес, подумай, где ты будешь? Где жизнь? Знаете, Псалом 118, там, не помню, 108 стих, по-моему, там написано, псалмопевец говорит, жизнь моя в руке моей. Представьте себе, что вот моя жизнь в моей руке, но закона твоего, он говорит, не отвергаю. То есть, кому отдашь жизнь? Вот моя жизнь в моих руках, отдам я Господу Иисусу Христу Воскрешему или дьяволу, который уведет вечную погибель. Знаете, умирает два человека. Один верующий, один неверующий, один берется, куда? На луна Авраамова, а другой уходит туда, где ангелу его увели в вечную погибель. Вот что значит. Помните, что говорит он? Отче Авраам, я мучаюсь здесь. Ну, в твоих же руках была жизнь твоя. Кому ты отдал? С тем ты и проводишь время. Ты отдал дьяволу страшные муки и переживания. А этот верующий человек жизнь свою, которую он держал, отдал Христу. Брат, сестра, в твоих руках куда направишь? Молодежь, куда направишь? Кто может быть гости у нас здесь? Куда направишь? К Богу? Иди к Богу. Скажи, Господи, вот я в руке моей души, отдаю тебе. Воскреси меня к новой вечной жизни. Христос сегодня стучит в твое же сердце. Се, стою у двери и стучу. Кто отворит, войду и буду вечерять. Христос воскрес. Эта весть проходит через весть, через всю землю и свидетельствует о Божьем могуществе. И мы знаем, братья и сестры, все, что сотворил Господь, это его рука. Все он словом сотворил, и мы опять же верим, и это открыто нам, и мы счастливы с вами. Кто поверил этой вести, кто пришел к воскресшему Христу, как спаситель и тот имеет благую надежду на вечную жизнь, на встречу с Ним в вечных обителях. Приготов, Амос говорит, приготовься к встретению Господа твоего Иисуса Христа. Воскресший Христос придет, братья и сестры. Когда Он возносился, мы еще не празднуем, но когда Он возносился, сказали, Он таким же образом придет, как возносился. Он придет. Придет, чтобы взять от земли. Я хотел бы сегодня себе задать и каждому из нас. Готовы мы, братья и сестры? Готовы мы к встрече? Вот давайте проверим, готов ли я? Знаете, как-то я говорил уже, когда я был молодым, часто в нашем доме собирались. Я всегда задавал вопрос. Почему-то я всегда этот вопрос еще в молодости задавал этот вопрос. Готов ли я к переходу? И вот одна сестра, уверовшая, я говорю, братья и сестры, готовы мы к встрече сегодня? Она говорит, Иван Яковлевич, только не сегодня. Представьте себе, братья и сестры, только не сегодня. А ведь мы должны, как? Готовы во всякое время. Мы не знаем, когда мы ложимся спать, может быть, Христос в эту ночь возьмет меня в мою церковь. Буду я там, в Царстве Божьем? А мы стремимся, для этого мы приходим в собрание, чтобы поклониться Богу, прославить Его и послушать Его святое Слово, которое оно проповедуется. «Приготовься, Амос», он говорит израильскому народу, но оно касается нас, «Приготовься к встречению Господа твоего». Итак, радостно встречать, братья и сестры, как будет радостно встречаться с Господом, с тем, кого ты любишь. Знаете, как счастливы мы с вами, что Христос нас любит, и мы Его любим, братья и сестры. Если любите меня, Христос говорит, что мы должны делать? Соблюдать Его заповеди. Если мы соблюдаем заповеди, мы любим Христа, братья и сестры, воскрешь. Если мы уклоняемся от этих заповедей, мы говорим, я брата люблю, сестру люблю. Как мы можем, если мы не любим брата или сестру, а говорим, Бога любим? Поэтому вот в этом заключается, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всей крепостью твоей и ближнего твоего. А кто ближний? Вот брат сидит с сестрой. Вот они ближние для меня. Если я вижу, что брат нуждается и сестра в чем-то, я должен их любить так, как самого себя. Помоги нам, Господи. Помоги. И так он говорит, как радостно встречать того, кого любишь. Будем еще, братья и сестры, горячей и искренно любить воскрешшего Господа, ибо Он прежде возлюбил нас, и свою любовь доказывает нам на деле, ибо за грехи наш умер и воскрес. Благослови, Господь. Помолимся. Аминь. Милосердный Господь, мы искренно, сердечно благодарны Тебе, что Ты заботишься о нас, даешь нам желание приходить, приходить на сие место, чтобы мы имели общение с Тобой и друг с другом. Мы пришли поклониться святому имени Твоему. Мы пришли, чтобы прославить Тебя. Мы пришли, чтобы вспомнить Твое дивное и славное воскресенье. Мы вспоминаем, что Ты нас воскресил к новой вечной жизни. и слава Тебе. Помоги же нам, Дух Святой, ценить это, не забывать и с благодарностью проводить жизнь так, чтобы Ты, Спаситель, с высот смотрел на нас с довольствием. С довольствием. Просим это во имя Иисуса Христа. Для Его славы и радости нашей Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.